Хирургия Хирургия открыта 1 января 1975 года. Я работаю со 2 января 1975 года, совмещал работы на Косой горе, с 1979 года перешел окончательно сюда на работу и был назначен заведующим отделением, которым был до 2016 года. Отделение оказывает экстренную хирургическую помощь больным и с травмами органов брюшной полости не только жителям Тулы, но и в большом проценте, я могу назвать цифру, более 15% жителей области. Отделение не только оказывает экстренную хирургическую помощь, но и является базой для подготовки врачей-интернов. За это время подготовлено более 50 врачей-интернов. В частности, даже в нашем отделении, сейчас заведующим отделением является Лебедя Елена Елена. Она была врачом-интерном в 87-88 годах. В данный момент в нашем отделении является одним из двух отделений, оказывающим экстренную помощь пациентам Тулы и Тульской области. Наше отделение рассчитано на 50 коек. В нашем отделении работают 10 врачей, которые имеют стаж работы от 12 до 42 лет. То есть все грамотные специалисты, оказавшие помощь не одной сотне и тысячи больных, и каждый из них провел не одну тысячу операций по оказанию помощи больным с экстренной абдоминальной хирургической патологией. В нашем отделении три доктора имеют высшую категорию. Один доктор является кандидатом медицинских наук. Хирургия относится к одной из самых древних медицинских наук и в переводе с греческого языка означает рукодействие. Рассвет хирургии пришелся на конец 19-го, начало 20-го веков, когда были сделаны наиболее значимые открытия в области применения наркоза, антибиотиков, асептиков и антисептиков. В больнице скорой медицинской помощи является клиническая база. Здесь проходит подготовка студенты-медики, студенты нашего Тульского политехнического университета, а также студенты медколледжа. В данном случае присутствуют студенты медицинского университета, это третий курс, здесь же проходит также четвертый курс, практику. Ребята получают теоретическую подготовку, получают практическую подготовку, присутствуют на операции. Работаю здесь с 1978 года, с августа месяца. Пришел молодой, стала взрослой и зрелой. Эта работа любимая, столько времени находиться на ней, 40 лет, вот в августе исполнится, можно только по любви. Хирургия – это вообще та стезя, в которой можно находиться только увлеченным людям. Другие кратковременно здесь пребывают и уходят. Но я хочу пожелать своему отделению процветания в будущем, улучшений, которые сейчас появились в материальном, еще большего. И хотелось бы побольше молодых коллег, которые переняли бы эту эстафету. Хирургическое отделение номер 2 в Аныкинской больнице оснащено по последнему слову медицинской техники. Имеющееся в распоряжении врачей медицинское оборудование позволяет производить сложнейшие операции. Персонал отделения стремится ориентироваться на потребности конкретного пациента, понимая, что высокий стандарт медицинского обслуживания означает, помимо применения новейших технологий современного оборудования, сочувствие больному и внимание к его запросам. Я попала сюда с острой болью в животе 10 дней назад. Но сейчас мне уже очень-очень хорошо, благодаря нашим докторам. Ну, относятся к нам очень внимательно и быстро ставят на ноги. Нянечки здесь очень добрые. Чистота кругом вообще идеальная просто. Чистота. Я нигде в других поликлиниках и больницах такой чистоты не видела. Отправляясь на операцию, человек вверяет данную Богом жизнь в руки врача, доверяя ему больше, чем самому себе. В 2008 году меня руку положили в освященнике нашей Тульской епархии, митрополитом Тульским Ефремом Ксим Алексием. И на данный момент я совмещаю служение у Престола Божия и служение у операционного стола. В 2013 году на территории больницы, тогда еще Семашко, нет, на территории больницы Ваныкина, был построен храм в честь святого праведного Анна Кронштадтского, настоятелем которого я являюсь в данный момент. Храм востребован среди больных, большое количество людей обращается за помощью Божьей. Поэтому мой утренний день начинается обычно с 6 часов утра, когда приезжаешь сюда с целью, чтобы исповедовать больных, причастить тяжелых больных, соборовывать их. А потом уже в 8 часов начинается рабочий день и продолжается порой до 8 часов утра следующего дня. Каждый день, который проходит здесь, день новый, день уникальный по своей специфике. Почему? Потому что каждый день он подбрасывает тебе совершенно новых больных с разными диагнозами. Могут привести с ножевым ранением, могут привести тупую травму, могут привести ДТП, могут привести человека с желчекаменной болезнью. Огромный спектр разных хирургических заболеваний. Поэтому скучать не приходится. Конечно, и особым особняком стоят умирающие больные. Больные, которые выпадают сюда, когда уже хирург бессилен. Это, наверное, наиболее тяжелая категория больных, которым надо найти не только медицинский подход, но и подход духовный. Многие люди хотят исповедоваться, как последний исповедь и причастие в своей жизни. Поэтому, конечно, приходится затрашивать очень много и своих физических, и духовных сил. Но в то же время я всегда благодарю Богу. Почему? Потому что исповедь умирающего человека никогда не сравнится с исповедью человека, который приходит в храм на божественную литургию. Поскольку это исповедь, это исповедь очистого сердца, это последний крик души. И такие исповеди, они очень много дают и для священника в его духовном развитии. Православный человек понимает, что болезни есть наказание за неправильный образ жизни. В экстренной ситуации врач может спасти жизнь человеческую, но в руках человека избежать проблем со здоровьем. Для этого, по совету великого хирурга и святителя Луки Крымского, следует идти срединным путем, подражая милосердию апостолов и их деятельной любви в служении людям, а также, хоть в малой мере, подражая монахам, молитвой и постом, победивших плоть и похоти, чтобы омытым слезами покаянием сердцем служить Господу.